всем привет с вами silent deep и в этом видео я расскажу вам о том как в программе sketchup моделировать по кругу вот один из наглядных примеров того что можно получить используя моделирование по кругу для начала создам круг думаю сами знаете какой для этого нужен инструмент пишу с клавиатуры 48 и нажимаю enter это число грани моего будущего круга по умолчанию у круга 24 грани это на мой взгляд мало поэтому буду использовать в два раза большее число грани далее инструментом выдавливания задаю толщину чтобы получился такой цилиндр теперь что касается этой торцевой ленты как ее изменить как же моделировать по кругу ведь это изогнутая плоскость на ней крайне неудобно рисовать и вообще чтобы то ни было с ней делать на самом деле все гораздо проще чем кажется это не изогнутая лента это последовательность из прямоугольников абсолютно плоских прямоугольников если я включу показ скрытой геометрии нажав вверху вид скрытая геометрия то станут видны линии разделяющие прямоугольники помните я вначале задавал 48 граней так вот у моего цилиндра 48 абсолютно плоских граней которые выстроены под одинаковыми углами друг другу и образовывают круг создавать что-то на прямоугольнике значительно проще чем на изогнутой поверхности именно этим я сейчас и займусь для начала разберусь с гранями у меня их 48 и я хочу чтобы все они были одинаковыми то есть все они были зависимыми друг от друга компонентами выделяю один из прямоугольников нажимаю по нему правой кнопкой мыши и выбираю создать группу далее опять правый клик мыши и выбираю создать компонент вы можете сразу минуя группу перевести выделение в компонент отключаю показ скрытой геометрии через верхнее меню вид скрытая геометрия удаляю эту ленту так чтобы остался лишь мой один прямоугольник выделяю мой прямоугольник теперь выбираю инструмент поворот первым кликом прилепляюсь к центру круга вторым кликом зацепляюсь за угол прямоугольника нажимая один раз control для копирования двигаю копию вбок до тех пор пока углы двух прямоугольников не совпадут ну и третьим кликом завершаю копирование с поворотом теперь нужно создать оставшиеся 46 копий к счастью это можно сделать не вручную а автоматически программа запомнила то расстояние и тот угол на который я сейчас двинул копию теперь это расстояние будет автоматически повторяться при создании остальных копий я переключаю раскладку клавиатуры в английскую и пишу x47 то есть создать 47 копий первая копия включена в это число поэтому 47 они 46 ну и нажимаю enter готова все 48 грани у меня теперь появились и все они компоненты то есть достаточно изменить лишь одну грань и все остальные 47 изменится точно также ну и для разнообразия тут я буду рисовать древнегреческий узор меандр помните легенды о геракле рассказы о зевсе посейдоне и прочих богах и людях так вот узор меандр как раз из той эпохи импортирую заранее подготовленную картинку с этим узором через пункт меню файл импорт и начинаю ее обрисовывать карандашом и и и Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, когда узор обрисован, выдавливаю его. Ну и заливаю все это дело однородным цветом. Вроде бы обрисовал я всего один не очень сложный прямоугольник, а результат все равно впечатляет. Мне понравилось, что получилось. Теперь осталось мелочь – подогнать стыки узоров, так чтобы они идеально совпадали. Я для этого использую инструмент перемещения. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, собственно, и все. Вот так выглядит древнегреческий узор Меандр, созданный в скетчап. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, как моделировать по кругу. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был для вас полезен, либо бесполезен, ставим пальцы вверх или вниз. Если хотите и дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал, чтобы YouTube уведомлял вас о выходе новых моих видео. Зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол. Перейти на главную страницу канала можно, кликнув по моему нику SilentTipDesign под видео. Когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики, вы можете узнать из специально созданного для этого календаря. Ссылка у вас на экране. Также она продублирована в описании под видео. Если есть желание и возможность, то можете задонатить мне немного денег. Реквизиты кошельков есть в описании под видео. Также милости прошу посетить мои группы ВКонтакте и в Одноклассниках, где я выкладываю различные анонсы и голосования. Ссылки на группы у вас на экране. Также они продублированы в описании под видео. Ну и вы можете посмотреть другие мои обучающие видеоролики по программе SketchUp, которые уже вышли на канале. С вами был SilentTip. Всем удачи!